Это старинная оптическая игрушка, называется зоотроп. Зоо – жизнь, троп, движение. Движение – это жизнь, как сказал когда-то Аристотель. Это экспонат самый титулованный в нашем музее. Потому что когда мы изготавливали его в масштабе, первая конструкция этого зоотропа была снесена детьми, потому что они безумно любят его крутить. В музее частных коллекций на улице Карла Макса открылась выставка от Московского музея анимации. Экспозиция посвящена 100-летию легендарного режиссера-мультипликатора Леонида Ароновича Шварцмана. Он автор многих любимых всеми персонажей. Среди них – крокодил Гена и Чебурашка, котенок по имени Гав, 38 попугаев. Леонида Ароновича Шварцмана исполнилось 100 лет. И он жив и здоров. Но ведь дело в том, что он живет со своей боевой подругой-супругой, с которой познакомился на киностудии «Союзмульфильм» уже 70 лет. И эта дата, наверное, еще сильнее, чем первая. И когда говорят, что же такое он там пьет, может быть, курит что-то, я думаю, что ответ очень простой. Для того, чтобы дожить до 100 лет, надо в глубине души оставаться ребенком. На выставке представлены подлинные наброски, эскизы и раскадровки к мультфильмам. Среди них чертеж Тебурашки, нарисованный Леонидом Шварцманом в 1968 году. По нему затем была создана знаменитая объемная куколка для съемок. Здесь же уникальный макет декораций к мультфильму. А на вешалке висит увеличенная копия красного пальто «Коркодила Гены». Кроме выставки для гостей музея приготовлены уличные квесты по мотивам советских мультфильмов. Вдоль улицы Карла Маркса на пути от Лавры к нашему музею будут дополнительные установки кубы. Сейчас уже там порядка 10, и задача будет прийти и получить на кассе совершенно бесплатно такие объявления. Там будут задания, и дети или взрослые могут заполнить это задание, ответить на все вопросы, пройти этот квест. Как я это сказал, кросс-квест, побегать от куба к кубу. И если будут правильные ответы, то всех победителей ждут призы. Один из призов – это, конечно же, билеты в основной музей, Московский музей анимации. Выставка проработает в музее частных коллекций до 5 апреля. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События».